здравствуйте дорогие мои друзья знаете даже не хочется не хочется ничего говорить но вот это тяжесть груди боль геннадий зюганов наш главный коммунист коммунистическая идея молодец как как же друзья мои он одобряет вот эту вот специальную операцию украине даже сам готов надеть шинель и одеть всех своих сторонников по партии всех думских в шинели а возможно и всю единую россию да друзья мои в этом наверное есть есть действительно мудрая мысль если бы это было не просто болтание да а действительно вот эти граждане если они уже так хотят бороться с какими-то врагами которых они сами придумали пусть сами бы надевали шинели и вот когда там в 4 утра проводили бы эту специальную операцию или сейчас пусть они идут туда пусть идут пусть оденут шинели не не с полковничьими погонами чтобы сидеть там где-то в тылу и и это уже страшно потому что может накрыть на оттуда вот со солдатами с молодыми да вот на танк взять на фашу такого взять и поехать дядя зюга с этот флаг свой на на танк и пошел пошел вперед а чё нет то друзья мои да значит лидер кпрф зюганов что сказал что россии необходимо выпал это выполнить задачи военные спецоперации по демилитаризации и динафика день даже слова не произносится но общем украины в противном случае придется всем надеть шинели то есть намекает наверное на всеобщую мобилизацию по его словам значит президент президент не буду даже произносить это имя объявил стратегию с которой согласились члены госдумы совета федерации и совета безопасности если мы эти задачи не решим какие задачи вы понимаете все так сказать очистить очистить дочисто потому что как бы не устраивает слишком много они считают грязи только кто эту грязь принес соседнюю страну я не знаю значит если мы эти задачи не решим все кто тут сидит всем нам придется надеть шинели подчеркнул дядюшка зю он добавил что россия должна поднапрячься чтобы решить поставленные спецоперации задачи потом будет будем строить все остальное на друзья мои сначала значит даст нам мы до основания разрушим а затем мы наш мы новый мир построим кто был ничем тот станет всем это слова коммунистической песни замечательная и вот сначала надо всем депутатам всем членам совета федерации бабушки в вале матвиенко одеть шинельку и пойти туда вот это да вот это да на паечек на как говорится на свежем воздухе с народом о друзья мои вот это было бы классно но к сожалению я понимаю что наверное это просто слова такими словами как к примеру вперед орлы а я за вами я бодро постою за вашими спинами да вот скорее всего вот это этот призыв такой мы сейчас оденем мы все оденем шинели и мы пойдем до чего-то не верится дядюшку зю уже наверное надо было пойти да если ты так хочешь что-то кого-то очистить а чего ребят молодые идут а ты нет а вы заседаете чего-то здесь собираетесь сначала все разрушить а потом что-то строить да а для кого вы будете это строить для себя старых мерзавцев которые все разрушить могут да все обделать могут а вот построить что-то я сомневаюсь да вот что-то сомневаюсь у меня сомнения есть что ваши мерзкие рожи могут что-то построить ну возможно возможно друзья я мое ошибаюсь но у меня искреннее возмущение вот этой просто мерзостью на самом деле лицемерие собрались они куда-то а вы здесь то хоть что-то построили вот здесь вы вот здесь на этой территории вы там сидите вы что-то построили в шинелях или не в шинелях в телогречках в думских костюмчиков чего здесь построили спросите кого-нибудь выйдите за пределы садового кольца да и спросите людей там где-нибудь на дальнем востоке в хабаровске в хабаровске там выходили очень много людей вы к ним поехали просто без шинели просто поговорить или вы туда послали там своего этого кого там дегтяря ладно друзья мои печально но пока